Это пиратский CS GO на диске в 2020 году. Ну а меня зовут Алекс, и в этом ролике я установлю эту CS GO. Мы в неё зайдём, поиграем, посмотрим отличия. И то, что вас больше всего шокирует, это то, что этому диску уже 5 лет. И вы не представляете, насколько сложно мне было его найти. Ну а новый ролик, как всегда, выйдет после 15 тысяч лайков. Он уже готов. Всё зависит только от вас. Ну и я хочу сказать всем большое спасибо за 800 тысяч. Ну а если вы ещё не подписаны, то успеете подписаться до миллиона. Ну а если вы хотите, чтобы ваш комментарий впал в ролик, да всё очень просто. Пишите как можно больше классных комментариев. Ну а я вам желаю приятного просмотра. GIFDROP.COM это лучший сайт по открытиям кейсов. На сайте куча бонусов. Ежедневный бонус, разовый бонус, розыгрыши, раздача бонусов и барабан бонусов. А сейчас я хочу открыть барабан бонусов. И что самое интересное, я могу второй раз открыть барабан бонусов, ведь у меня есть промокод. Alex XX. И нажимаем активировать промокод. Надеюсь, не выпадет реально что-то крутое. И мне выпадает скин от 1000 рублей, если я пополню баланс сайта на 3500 рублей. Это тоже прикольный бонус. Ссылка и этот промокод будет в описании. И так, все началось с того, что я просто искал, где купить диск для видео. Ну и на одном из сайте объявлений я нашел. Но я не знал, какая там будет версия. Там просто парень продавал диск. Я с ним связался, и он мне на следующий день его и отправил. После того, как я его получил, диск был реально, ну, немножко поцарапан. Но я волновался, что он не запустится. Но благо, у меня реально все получилось. И когда я зашел в CSGO, я был просто в шоке. А еще, друзья, я думаю, многие помнят, что у меня нет дисковода в компьютере. И мне нужно будет сейчас снова тащить через USB специальную такую штучку, которую я поставлю вот сюда. И смогу таким образом запустить этот диск. Просто реально я никуда его не могу вставить. И так, друзья, наконец-то я скачал эту пиратскую версию CSGO с диска. Установил все. И я вам скажу один минус. Тут нет подключения к интернету. То есть, это просто версия без интернета. И тут, походу, даже нельзя поиграть по сети. Это очень плохо на самом-то деле. Хотя я даже не знаю, кто в эту игру бы играл по сети. Если это очень старая версия. Я не знаю, какого года она. Наверное, 14-го или 15-го. Может, даже 16-го. Я точно реально не знаю. Потому что на диске, блин, не написано. Я его очень, очень долго искал. И давайте реально посмотрим, что вообще есть в этой пиратской версии. Какие вообще тут есть функции. Я вижу сразу, что тут есть звание. Второй коллаж и 100 побед. То есть, в матчмейкинге. Вот, это все, что я пока вижу. Во времена операции Блудхаунд была эта кс-очка. То есть, что тут еще есть? Тут есть кейсы разные. Вот хромированный кейс 2. Хромированный просто кейс. Неймтег можно купить. И, блин, я понял уже одно. То, что я очень сильно соскучился за этой старой менюшкой кс-го. Просто она реально такая какая-то олдскульная. У меня прям жесткая ностальгия появилась. И давайте пробежимся по настройкам. Так, настройки. Я, блин, уже забыл, как это все настраивается. Так, все. Ну, настройки стандартные. Я поставил все низенькое. Так, поставил все на весь экран. Все хорошо, в принципе, здесь. И тут я заметил, что уже намного меньше настроек, чем в нашей кс-го, которая есть сейчас. Потому что добавили очень много настроек. Но, в принципе, по настройкам вообще все стандартно. Только добавилось в нашей кс-го чуть-чуть больше. Теперь можно и прицел настроить и так далее. Так, тут есть какие-то авторы. Я, блин, просто реально все забыл. Так, награды. Давайте я пробежимся по наградам. Статистика. Так, что-то у нас есть. А, ну, your name. То есть, вообще все по нулям. Так, все по нулям. Это, да, периодская версия с диска. Я был, в принципе, уверен, что все по нулям. А сейчас в нашей кс-го уже нет. Ладно, давайте зайдем смотреть. Мне очень интересно, какие тут были турниры, если они загрузятся. Да, это Катовица 2015 год. То есть, эта версия 2015 года. Ей уже целых 5 лет. Это очень много. Интересно, откуда у этого парня, у которого я купил эту версию, вообще она есть. Типа, насколько это старый диск. Что у меня сейчас все загрузилось, все заработало. Загрузить было реально очень сложно. Ведь у меня не было дисковода. Вы все это знаете. Давайте сейчас перейдем к самому интересному. Это инвентарь. Есть ли у нас все скины? Может, какая-то супер взломанная версия? Да, это супер взломанная версия. Такие все наклеечки. Можно, наверное, нанести наклейку, я так думаю. Да, можно нанести. Давайте на калаш нанесем. Следующее место. Давайте так продолжить. Все, нанести наклейку. Все, мы нанесли. Окей, с ним можно открывать, интересно? Так. Ого, блин. Недостаточно места в инвентаре. Это капец. Идет покупка. Что, мы все-таки сможем открыть или нет? Я не знаю просто, реально. Нет подключения к интернету даже просто у этой версии. Интересно. А наборы открывать можно, друзья. Я могу открывать сейчас наборы с драгонлором. А, блин. Мне удалось получить ваш предмет. Пожалуйста, проверите. Боже. Да, понятно. Потому что у меня сейчас доступны все предметы. Я думаю, чисто из-за этого. Тут, кстати, мало топовых скинов на самом-то деле. Они даже просто не прогружаются еще. Друзья, посмотрите, как мало P250. Сейчас в CSGO их намного-намного больше. Тут всего лишь реально пару скинов, по сути. Диглы реально одни старые. Смотрите. Сейчас в CSGO реально очень много скинов добавили. По сравнению с тем, что было раньше. Но версия, кстати, очень хорошая. Она немножко подлагивает. Я не знаю почему. Наверное, ну я не знаю реально почему. Вот есть какие-то такие подлагивания. Возможно, она просто очень старая. Я хочу по 90 азимов, но вряд ли он тут будет. А, нет. По 90 азимов уже добавили тогда. Капец. Как быстро время летит, друзья. Это реально капец. Это жесть. Что по энкам? Скоростной зверь, конечно. Так. АВП. Драгон, лор и медуза уже тоже есть. Вот история драконя. Только я не знаю, почему он розовый, а не тайный. Знаете? Типа он засекреченный, а не тайный. Это очень странно. Давайте осмотрим Драгон Лорд. И засекреченный, а не тайный. Все-таки версия немного реально корявая. То есть она не идеально проработана. Не идеально сделана. И я знаю только одно, что она очень старая. И мы не можем открывать эти кейсы. Это очень плохо. Давайте зайдем в CSGO. Посмотрим, что там будет. Игра с ботами какую-то найдем. Столько карт. Это еще, наверное, старый ДАС-2. Конечно, старый ДАС-2. Старый Инферно. Все карты тут не обновленные, кроме одной карты Трейн. Вот такая вот загрузка карт. Выбираем спецназ или террористы. Блин, все такое старое, очень жестко. Давайте, я не знаю. Капец. Очень непривычно. Очень непривычно. Кикаем ботов. Давайте посмотрим, можно ли тут вводить какие-то старые команды, которые я знаю. Оно так плавно появляется. Тут тоже так все как-то странно. Не как сейчас. Все очень сильно поменялось. Давайте я сделаю такие настройки. И мне все равно очень непривычно. Оно мне так нравится больше. Я не знаю почему. Но мне так нравится больше. Я просто играл очень давно в CSGO. До всех этих обновлений. Реально, с самого начала CSGO я в нее играю. И мне так привычно как-то. Я не знаю. У меня такая жесткая ностальгия. Мне это очень нравится. И я бы хотел... Реально, чтобы CSGO на день стала такой. Что все тоже прочувствовали это. Вы слышите звуки АВП? Они другие. Они реально другие. Мне как бы они даже больше нравятся. Тут эмочки. 20 патронов, друзья. 20 патронов. Зажимать реально проще. Мне так кажется. Мне кажется, эмку тоже обновляли. Потому что мне зажимать с нее очень просто. Вот эта эмка. Это тот период, когда, помните, скрим делал постоянные хэдшоты с эмочкой. Он упирал так. Раз, два, три, четыре, пять. Такие хэдшоты. Это тот период этой эмки. Вот. 2015-2014 год. Посмотрите на цены. Они совсем другие. Почти у каждого оружия изменилась цена. Как же много все-таки обновлений произошло в CSGO. Давайте проверим диггл. Тоже пофиксили. Мне кажется, с диггла тоже стало тяжелее стрелять. Раньше было проще. Мне так кажется. И звук тоже поменяли. Да, звук тоже другой. Мне так кажется. Я могу сейчас ошибаться. Но мне кажется, что сейчас везде звуки поменяли. Немножко другие они стали. Какие-то более объемные какие-то. Не знаю. Да и карта ДАС-2 тоже такая абсолютно другая. Ворота стоят как-то в другую сторону сейчас. Такие основные оружия, как калашик. Вот этот калашик. Это легендарный калаш. До всех этих обновлений, наверное, я так думаю. Который хорошо стрелял. И звук будет точно другой. Ой, да. Это тот калаш. Вы понимаете, насколько сильно изменилась CS GO? И у меня только один вопрос. Как этот парень смог вообще сохранить этот диск с этой версии CS GO? Это просто жесть. И я еще в шоке, как он у меня заработал. Потому что он был реально поцарапанный. И я волновался, что сейчас ничего не получится сделать. Реально волновался. Напишите в комментариях, кстати. Застали вы или эти звуки? Или вы уже не помните этих звуков и не знаете их? Потому что мне очень интересно. Есть ли вообще у меня олд-игроки в CS'очке на канале? SG. SG раньше с ним реально никто не играл. В году пятнадцатом. И только в последнее время SG стала какой-то имбой. На последних турнирах это все было. Раньше SG было такое говно. Да, смотрите. Но оно даже по-другому стреляло абсолютно. Оно абсолютно по-другому стреляло. Зажимать с него было не вариант. Мне кажется, оно и быстрее стреляло, и другой звук как-то был. Можно было стрелять только реально в зуме. И все. И, блин, карта Inferno тоже старая. Она такая прикольная какая-то. Насчет UMP. Не, UMP было обычное оружие. Просто я сейчас реально вспоминаю то время. 2015 год. Как я играл в CS'очку. Какие мне тут оружия нравились. И у меня тогда звание было вообще, наверное, Gold Nova 3 или 4. Что-то такое. Я тогда был реально нубом. Ну, как нубом. Таким, знаете, средним игроком. И сейчас, заходя в эту версию CS GO, я вообще удивлен, что в этой пиратской версии на диске именно эта версия. Я думал, будет новая какая-то. Ну, там максимум, там, 18-й год какой-то. А тут 15-й год. Это вообще как возможно? И на самом-то деле, эта пиратская версия CS GO 2015 года вызвала у меня большую ностальгию. Мне будет интересно узнать, есть ли такая ностальгия у вас. Да и вообще, напишите в комментариях, когда вы начали играть в CS GO. Ну и понятное дело, не забудьте подписаться. Это безумно важно. Ну и все знают, что следующий ролик выйдет, когда под этим будет 15 тысяч лайков. Для вас это сделать реально безумно просто. Ну а на экране появились интересные ролики с моего канала. Просто кликай и смотри. Ну а я желаю всем удачи и до скорых встреч.